Приветствую всех друзей, вы на канале ShadowLilPlay, меня зовут Дмитрий, друзья, мы снова с вами в первом Ведьмаке, у нас остается последнее незаконченное дело, которое нужно непременно закончить, прежде чем проститься, наконец-то же с первым Ведьмаком и идти дальше. И это последнее дело связано с дополнениями, с новыми сюжетами, один из них мы, цена нейтралитета, с вами прошли, и остались у нас побочные эффекты, вот эти все дополнения, это любительские дополнения, они не переведены, не озвучены, поэтому на них внимания, по крайней мере, сейчас обращать не будем, возьмем только то, что переведено и имеет русскую локализацию. Побочные эффекты, поехали. Последний сюжет, тут даже что-то написано, знаменитый Белый Волк, Геральт Изривий, узнает, что его старый друг опять влип в историю, чтобы помочь Лютику, Ведьмак должен собрать внушительную сумму денег, но успеет ли он вовремя? Опять влип куда-то этот чувак. Как обычно, берем новую, среднюю уровень, клавиатура плюс мышь. Интересно, а как мышкой одной управлять? Интересно, конечно, новый опыт в Ведьмаке одной мышкой. Ну ладно, не будем экспериментировать уже, давайте. Давайте приступать. Лютик, снова попался, выпивка женщины, наверное, что еще там могло быть? Игры азартные. Поставил и двор, ух ты. Предместе вы зимы, мы опять здесь же. Сейчас все узнаем. Таверна. А что было потом? Рассказывайте дальше, Милдар Лютик. Пожалуйста, расскажите нам о Ведьмаке. О том, как он вернулся в Ведьмачью крепость на краю света. Рассказывайте, Мэтр. Кто-нибудь, принесите нашему Барду кружку медоухи. Ему нужно промочить горло. Это же Лютик. Так кто-то в полошел. Ады проникают прямо в сердце. Лучше замолчите и слушайте, а то расчирикались тут. Сегодня я поведаю вам историю, которую не слышал никто. Ваш покорный слуга тоже сыграл в ней роль. Да, ключевую роль. Итак, вы зима, год после того дня, когда Ведьмак расколдовал стрыгу. Некий советник, враг поэзии, далекий от понятия любви, упек меня в темницу и настаивал, чтобы меня повесили. Видите ли, его женушка, намного его моложе, не смогла устоять перед моими чарами. И вот, когда я гнил в камере, явился сам Ведьмак Геральт, чтобы спасти меня. Темница. Капитан, я повторяю уже третий раз. Этот проклятый Менестрель должен головой заплатить за то, что притронулся к моей милой. Господа! Я же говорил женщин виноват. Я не имею в чем дело. Я мэтр Лютик, самый известный поэт в этих местах. Я утверждаю, что я невиновен. Заткнись, Лютик. И вы, господин советник, не лезьте в драку. Я уже сказал, что подозреваемый останется под стражей до окончания расследования. О, это уж слишком, капитан. Моя бедная Зигфрида день и ночь плачет, спрашивает, когда же покарают этого преступника. Как городской советник я требую... Это тюрьма, а не заседание городского совета. А теперь прошу меня извинить, у меня дела. А тебе чего надо? Я хочу поговорить с заключенным. С Лютиком? Да, ради бога. Только покороче. Это тюрьма, а не кудлатый мишка. Геральт? Как же я рад тебя видеть. Как ты меня нашел? Слухи дошли. Что ты натворил на этот раз? Запения ведь в тюрьму не бросают. Меня подло оклеветали. Не сомневаюсь. Сюда попадают исключительно невиновные. Раздражает меня твой постоянный сарказм. Признаю, да, я провел несколько прекрасных, упоительных мгновений в обществе той очаровательной Сильфиды. Но вас застукал советник? Нечто в этом роде. Между прочим, я даже шапочку не успел снять. И в чем мое преступление? Да еще, чтобы требовать казни. Разве можно настолько серьезно все воспринимать? В этот раз ты доигрался, Лютик. Советник своими руками задушил бы тебя, если бы смог. Лютик, тут прибегал мальчишка от мясника. Сказал, что ты заказал вырезку и почки. Это правда? Дорогой мой капитан, ты же не думал, что я наемся твоей тюремной кашей? Не перегибай палку, Лютик. Об этом мы не договаривались. Те две тысячи аренов гарантируют лишь то, что тебя не повесят. Что-то я не помню, чтобы обещал тебе роскошные апартаменты. Ах, у этих стражников воображение не на грош. Две тысячи аренов? Лютик, ты совсем рехнулся? Успокойся, у меня все схвачено. Да. Добрый капитан проследит за тем, чтобы требования советника не были выполнены. Посижу тут пару дней, высплюсь, наконец. Ну, и советник успокоится. Да все устаканится. Как у тебя все просто. Не хочешь мне рассказать, откуда у тебя две тысячи аренов? Это, дорогой мой ведьмак, секрет. Ну, почему ты мне не доверяешь, Геральт? Ну, ладно, если так хочешь знать, я взял в долг очень надежного человека. И я расплачусь, как только меня отсюда выпустят. Надеюсь, ты не наделал глупостей. Хотя, сдается мне, что наделал. Хватит болтать. Время посещения вышло. Распределение талантов. Ой, неужели снова? Так, я должен побольше узнать о ситуации с Людиком. А нет, у меня всего два таланта. Это никак в том дополнении, когда мне дали практически все. И что же мне взять на два бронзовых таланта? Чтобы не возьмешь ничего. А, так это уже куплено, да? Да, это все куплено, ё-моё. А серебряный хоть бы дали. Это у меня с прошлого дополнения, походу, да, осталось? Или они так распределили? Или так после конца игры так осталось? Так, давайте тогда знаки прокачаем. Арт. Давайте бахнем. А, мы уже бахнули. Да, это у меня, по-моему, с прошлой части осталось. Игни. Все есть. То есть, после прохождения игры сохранили. А вот там не сохраняли предыдущим. Силовой стиль. Тут тоже все есть. Даже почти до золота дошел. Так что ж нам тогда надо? Выносливость качнуть. Действие алкоголя, минус 50%. Говно. Позволяет изготавливать масло. Позволяет узнавать и собирать травы. Ведьмак, припоминая среди мукуль мозга, обязательно встреченных в игре. Давайте травы тогда... Собирать будем. Что еще там осталось? Драка. Действие алкоголя, минус 50%. Мак, давай вот это. Так, качаем там, посмотрим. Что-то у меня за задание было. Так, понятно, понятно, понятно. Задание. Долг. Проблема Лютика. Лютик попал в беду опять на этот раз. Он соблазнил жену городского советника, на что его бросили в тюрьму. Но и это еще не все. Он купил капитана городскую стражу, чтобы избежать казни. Интересно, где он взял деньги? Что-то у меня плохое предчувствие. Меня сильно беспокоит беззаботность Лютика. Я должен побольше узнать о ситуации с Лютиком. У кого ж я узнаю-то? Дверь-то закрыта. Короче, это абузинская тюрьма. Мы здесь с вами уже... А как с ним поговорить? О, я его выпустил. Да? Лютик, когда же настанет тот день, когда ты перестанешь вляпываться в неприятности? На этот раз я не виноват. У меня был отличный план. Видишь ли, советник невероятно богатый. И он позволил жене полностью распоряжаться его активами. Лютик, мне совершенно неинтересно, каким образом ты собирался ограбить замужнюю женщину. И это мне говорит человек, который так хорошо ладит с прекрасным полом. Кстати, как там, Енифер? Я не хочу об этом говорить. О, кажется, я задел тебя за живое. Ты выглядишь как индюк по весне. Ну ладно, извини. Береги себя. Все, Лютик, я дверь открыл, побежали. В конец дополнения я тебя освободил. Ну, дверь открыта, вошли. Ну, что стоишь-то, е-мое? Ральф, что тут происходит? Что нужно? Что грозит Лютику? Не беспокойся. Советник требовал, чтобы его повесили, но Лютик знал, к кому обратиться за помощью. Его выпустят через несколько дней. За недостатком улик. Хм, что это? Хм, капитан, здесь страшная вонь. От той решетки на полу жутко смердит. Это городская тюрьма, а не долбанный королевский замок, мать вашу. Естественно, что воняет. А канализационную решетку проектировал идиот на пару с кретином. Вся вонь с утра до ночи идет не в камеры с узниками, а прям к стражникам. Бывай. Ну, мы там бывали, но понятно, что события происходят до того, как мы здесь побывали. Ну, пошли в зиму, в храмовый старый добрый квартал. Нам знакомый, полюбившийся уже давным-давно сохранение. Кстати, сохраниться надо было. Это ж мои любимые ведьмаки. Это ты, Геральт из Риви, ведьмак. Что тебе нужно? Милсдарь Клыкач хочет тебя видеть. Как можно быстрее. Советую не спорить, если хочешь, чтобы у твоего друга Лютика не было больших проблем. Милсдарь Клыкач. Видно, давно ты в Уизиме не был. Милсдарь Клыкач правит этим городом. Если он говорит, прыгай, ты спрашиваешь, как высоко, ясно? Ох, Лютик, что ты натворил на этот раз? Ладно, идем к твоему Клыкачу. Ну, может, осмотримся. Ладно, побежали, а то мы его потеряем. О, лечебница. Святой Лебеды, по-моему, да? Я ее Лебеды люблю называть. Но Лебеды мне нравятся больше. Бегу по местам своей былой славы. Сколько тут женщин я это, ну, в смысле, перезнакомился с ними. И вот снова я здесь. А, так тут раньше этот был, могила жил. Теперь Клыкач, ну, вернее, могила после этого жил бы. Что тебе надо, ребенок? Какой-то огромный и страшный. Понятно. Дом Клыкача. Милс Дарь Клыкач ждет внизу. Осторожнее, там выверные. Они сегодня в плохом настроении. Хе-хе-хе-хе-хе. Какие выверные? Неважно, сам разберусь. Кстати, а что у меня с оружием? Ух ты, у меня броня моя пятитысячная. У меня лучше оружия, какое было-то. Ну, в рюкзак, конечно, почистили. Нет, это не пятитысячная. Хотя нет, это пятитысячная. Это то, что надо. Ну, оружие сняли, конечно. Оружие у меня было лучше. Ладно. Сделаем контрольный сейф. Так, живодерчик. Лохматый. Реун. Старый добрый ведьмак вернулся. Пакет, сундук, шкаф. Я сначала обшарю немножко его, не против. А то мне тут совсем плохо. С вещами. Немного жратвы, пойла, сапфир. Давайте поговорим с живой, с лохматым. Эй, друг. Можно тебя на минуту? В чем дело? Не подходи городским воротам. А если хочешь, чтобы твой дружок остался в живых, навести мил с Даррик Лыкача. Все, кто-то исчез, Реун исчез. Не суй свой нос в чужие дела. Я тебе уже говорил, ты можешь идти, куда глаза глядят, но только после того, как ты рассчитаешься с Клыкачом. Это точно говорил. Это не могила, а живодер. Он, наверное, потом имя поменял просто. Так, ладно, посыльник Лыкача нам сюда. Там какие-то звери будут. Сейчас будет драка, наверное. Сейчас разомнемся с вами. А, да-да, ну, нормально. Он с ними просто общается. Так-так. Ведьмак, наконец, не зашел до встречи со мной. Твой человек остановил меня на улице. Интересно, каковы шансы выжить в бою с двумя разъяренными вывернами? Зависит от того, кто с ними борется. Тот, кто и мечом-то толком не владеет. Артист. Скажем, Менестрель. Ага. Сколько Лютик тебе должен? Ровно две тысячи. Я знаю, что он собирается сбежать из города, как только его выпустят из тюряги. Он с дуру решил, что может надуть Клыкача. Мои ребята навели справки. Мы знаем, что у него не гроша. И что еще хуже, в этом городе ему никто в долг не даст. Против тебя я ничего не имею, Ведьмак. Но, честно говоря, ты его единственный шанс. Так что скажешь? Если Лютик не расплатится сам, я сделаю это за него. Вот это другой разговор. Собирай деньги. И без фокусов. А то ведь в тюрьмах бывают несчастные случаи. Говорят, недавно один из заключенных повесился на собственных шнурках. Договорились. Я заключаю с тобой сделку. Ты оставляешь Лютика в покое, а я выплачу за него долг. Скажем, это побочный эффект дружбы. Что мне делать? Я должен выплатить Благочу двое тысячи урину. В определенном случае, Лютик может пострадать. Стой. Если захочешь поговорить, я буду наверху. Выверн, я уже на карте. Так, может дадим ему по морде? Хотя, может, не стоит. Это может испортить наши отношения. Они так вот кого-то съели. Ладно, пока не будем убивать. Так, а где деньги брать? Если бы... Если бы ко мне он раньше обратился. Хотя, что-то до событий, я еще не богат. Клыкаевич, ты где деньги брать? Ладно, я уберу, подожди. Как убрать-то? Подожди, подожди. Мне не нужно неприятности. Вот так. Я слышал о тех, кто пытался приручить Выверн. У всех у них не хватало конечностей. Звери чувствуют силу, ведьмак. Мои девочки знают, кто их хозяин. Не сомневаюсь. Больше всего они любят жуликов и должников. Они как кошки играются со своими жертвами. Разрывают их по частям. Пара часов и остаются... Рожки да ножки. По поводу долга. Ты уже собрал деньги? Две тысячи аренов за пару дней. Времени слишком мало. Не испытывай мое терпение. Если не знаешь, что делать, сходи к Эвердену из Ринды. Говорят, он интересуется монстрами. Пока. Кто это еще? Эверден из Ринды. Так, а может мне эти теперь подскажут? Я тебе уже... Этот. Понятно, никто ничего не подскажет. А на посыльный, может ты скажешь что-нибудь? Ты че уставился? Спасибо, посыльный. И тебя туда же. Так, две тысячи аренов. А вот кто-то бородатый ко мне пришел. У тебя такой вид, как будто тебе птица в суп нагадила. Не самая приятная встреча, да? Я встречал людей получше. Гунхардис, командующий солдатским братством. Я и мои друзья. Клыкач вообще-то нам не друг. Честно говоря, нам надоело, что этот молокосос считает себя здесь главным. Геральт из Ривии. Ведьмак. У тебя есть ко мне дело? О, да. Мы слышали о твоих проблемах. Вернее, о проблемах этого негодника Лютика. Мы хотим помочь. Быстро здесь расходятся слухи. И чем же я обязан такой неожиданной благосклонности? Скажем так, мы не против, если кто-нибудь присмирит Клыкача. У нашего солдатского братства есть кое-что ценное. Сокровище, которым мы поделимся с тобой, если ты докажешь, что тебе можно доверять. Как же у вас все сложно. Но в моей ситуации отказываться не стоит. Каким образом я могу завоевать ваше доверие? Ты должен встретиться с каждым из нас. Грифорина и Грузила ты найдешь в таверне. А Навик наверняка ошивается у кладбища. Когда закончишь с ними, приходи ко мне в кузницу. Посмотрим, из какой стали ты выкован. Расскажи мне о вашем сокровище. В солдатском братстве нас когда-то было пятеро. Четверых ты знаешь. Еще был куна. К концу войны у нас не было ни гроша. Не скрою, что мы начали нападать на купцов, безжалостно их грабя. Однажды среди нашей добычи оказался необычный камень. Куна, который в этом вроде как разбирался, утверждал, что камень магический. Он немного поколдовал и открыл сияющий портал. Куна считал, что за этим порталом нас ждут альфийские сокровища. Якобы остроухие спрятали свои ценности там, куда попасть можно только через портал. Обуреваемый верой, храбростью и, вероятно, жадностью, куна зашел в портал, но так и не вернулся. И ты хочешь подарить мне этот камень? По-моему, в нем больше опасности, чем выгоды. Ты ведьмак! А куна был писарем, который пошел на войну в поисках приключений. Если тебя ждет опасность, ты справишься. Если же там нет ничего, кроме сокровища куны, сокровища возьми себе. А парня нашего приведи сюда. В таком случае, до скорой встречи. Я должен взявать доверие всех членов солдатского братства. Я не понял, мне с ними драться надо, да? Стой. Ой, как больно. Я возвращаюсь в кузницу. Поговорим позже. Ладно. Привет, проститутка. Ты только посмотри на эту задницу. И почему мне такие клиенты никогда не достаются? Спасибо взаимно. Какое соглашение? Мне 2000 надо найти. Так, ладно. Смотрим, что мне надо сделать. Во-первых, кузнец. Во-вторых, бордель. В-третьих, таверна. Я чуть не запомнил. Мне, наверное, надо было выучить навыки битвы. Вот что мне надо было сделать. Так, долг. Как выяснилось, Лютик так и совершил самую огромную глупость в своей жизни. Он занял огромную сумму у босса местной мафии. Я поговорил с Клыкачом. Это за человек опасен. Если он не получит свои деньги, Лютик у крышка. Похоже, придется мне вмешаться самому выкрутить долг за него. Сомневаюсь, что этот болван вообще собирается изучать долг. Вернее, я уверен, что не собирается. Две тысячи аренов за пару дней найти нелегко. Придется постараться. А, это я уже читал. Я встретил краснолюда по имени Гун. По его словам, она возглавляет сандартское братство. Судя по всему, они хотят помочь, не выплатить долг. Лютик, но сначала я должен завоевать их доверие. Все несколько загадочно, но я попробую... Попробую грузила. И грифа Рина я смогу найти в таверне под клубой мишкой. У кладбища я смогу найти навыка. А затем я надо... Все, я понял, что делать. Мне надо было навык на бойцовский клуб выучить. Риви-ка. Так у меня есть какой-то камень. Может, давайте вот этот продам, и мы по рукам... Сапфир есть. Может, сколько он стоит? Не две тысячи, конечно. Держи лапы при себе. Ривские женщины не такие доступные. Чего уставился? Рива ни разу не видел. Так я могу порыскать по бочкам и... О, доска объявлений даже есть. Хо-хо. Это вот они, денежки. Высвеченное объявление. Давайте читать, что это значит. Мишки ш... Ой, Мишка. Милка, шлюха, лживая сволочь. И кость у нее шулерские. Гори на воду. Я думал, это работа. Ривы вон из Визимы. Это они там сидят. Объявление. Требуются органы монстров, химические субстанции, различные ингредиенты. Еще до этого плата. 1 орен за органы утопца и гуля. 3 орена за органы заплавная гуля. 6 оренов за органы фледера и призрака. 2 оплату за непопрежденные органы в отличном состоянии. Эрден из Ринды. Понятно. Храм Милитери приглашает всех свободных девушек Визимы стать послушницами Ордена. Наши цилиндцы способны справиться с самыми различными недугами. Мы также готовы приобрести лекарственные травы. Обращается к матери Нирке. За травы предлагается следующую плату. 3 орена за простые травы. Собранные в Визиме. 6 орена за травы с городской канализацией и кладбища. Мать твою. Чувствую, я буду вот этой ерундой заниматься. Собирать по травинке. В связи с угрозой для населения канализация закрыта. Дальнейшее распространение. Подпись. Сержант Ворел. У меня уже 27 монет есть. Пока я в Визиме, стоит узнать местные расценки на травлик. Серые органы Монза. Может мне составить, собственно, ведьмачий пресс-курант. Пресс-курант Ордена. Ну, понятно. Чувствую, буду собирать по травинке эти 2000. Это, конечно, грустно. И выбивать их с этих монстров, скорее всего, да? Ох, тут вообще колхоз какой-то. Еще я в дерьмо вступил, как только вошел. Можно, конечно, поиграть в кости. О, Милка, это про тебя я читал только что. Здравствуй, незнакомец. Тебе говорили, какая у тебя интригующая улыбка. Обычно я редко улыбаюсь. Может, присядешь и сыграешь со мной в покер? Должен предупредить, я никогда не даю форы. Даже таким красоткам, как ты. Что, красавчик? У тебя озабоченный вид. Что-то случилось? Моя подружка твердит, что любой был бы рад оказаться на моем месте. Но я не могу радоваться. У меня дурное предчувствие. Говорят, что чувствам надо доверять. И правильно говорят. Меня интуиция не подводила никогда. Может, расскажешь, что случилось? Я ведьмак. Возможно, я смогу тебе помочь. Правда? Поверить не могу. Как мне повезло. Видишь ли, несколько дней назад я выиграла старый дом. Сначала я обрадовалась, но потом мне приснился странный сон. Вдобавок, говорят, в доме водится привидение. И мне кажется, он принесет мне неудачу. Я понимаю, все это звучит глупо. Но однажды я выиграла чужую жену. Кто-то поставил на кон свою жену? Смелый шаг. Это был и пад. Но я тут же намеренно проиграла ее другому. Так что с моим домом? Если там действительно есть призраки, я смогу избавиться от них. А потом продашь дом с ведьмачьей гарантией. Чудесно. Но ты должен сделать кое-что перед тем, как я отдам тебе ключ. Видишь ли, гадалка недавно сказала мне, что меня избавит от всех бед человек, который подарит мне кольцо с бирюзой. Ладно, как скажешь. Я принесу тебе кольцо, как только найду его. Замечательно. Мне стоит сыграть с Милкой и попробовать выиграть. А дом не надо ее зачистить? А, сначала кольцо с бирюзой найти надо. Офигеть, а где же его найду-то? Давай попробуем сыграть один раз. Но денег не так много, чтобы играть. Что, красавчик? Тебе все еще нужно кольцо с бирюзой? А у тебя оно есть? Увы, пока нет. Я так и думала. Вчера я гадала на рунах и все указывала на то, что мне нужно подождать. Ну давай, у меня денег немного. Одну монетку поставлю. Попробую, как это работает. Вдруг получится выиграть. Ну, пара есть. У нее покруче. Да нет, у нее не покруче. У нее охренеть просто. А, 7 предлагается. Что ж поставить. Фулл хаус, да нахуй. Следующий раунд. Давай еще раз попробуем. Монету я свою проиграл уже. Пара. Да е-мое. При шестерке. Вы что там, мать? Ну, сет. Нет, я пас. Охренеть просто. А что, не надо было проигрывать, да? Что, красавчик? Давай еще раз. У меня еще одна монета есть. У меня всего 25, конечно. Это жесть. Ну, как у нее так вылетает классно кости? Опять пара. Я балдею. Это про это писали, да? Что у нее постоянно три шестерки, адские кости. Значит, 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 может как-то ее надо это, обездвижить. Может кольцо с бирюзой поможет мне. Может быть. Ну, у меня сет. При шестерке. У нее пара. Я ставить ничего не буду. Лишню. Так, у меня сет. Давай вот это уберем. Да, ничего не изменилось. Но она сейчас выбросит, наверное, две шестерки еще. А, нет, шестерки она сбрасывает. Но пятерка точно будет. Нет, я выиграл. Давай еще раз. Ну, в смысле, раунд выиграл. Две пары. Ну, у нее сет. Давай попробуем. Она, правда, повышает ставки собака постоянно. А, давай. А вдруг четверка или единица вылетит? Ну, конечно же, вылетит тройка. Но она уже выиграла. Она может ничего не сбрасывать. Она выиграла. Падла такая. Да что ж такое? Давайте третий раз сыграем. Потом я к ней вернусь уже. Вот так и проигрываешь в казино, конечно, все деньги. Давай, собака. Только выбрось мне еще раз три шестерки. Я тебя с этой водой болью. Вообще, ноль. Красавец просто. Ноль выбросить. У меня хоть пара есть. Да все, сбрасывай. Нахрен. Смысла в этом нет. Давай. Две пары. Сет. Ох, да у нее вообще супер. Вы че. Круто вообще играет. Четыре пятерки выбросил. Ну, теперь я, видите, сатанец, блин. Ты шестерки бахнул. У меня пара. Так. Нет, я ставить деньги не буду. У меня всего 24 осталось. Вы о чем вообще говорите. Конечно, шанс маленький, что вылетит шестерка. Его вообще нет. А у нее большой шанс, что сейчас вылетит шестерка. Фу. У нее все по четыре летит. Иди нахер. Вот эта записка, которую я подобрал, это правда про тебя. Что, красавчик? Вообще вылетает. Это самый, наверное, удачный игрок, который я только видел вообще в истории. Где эта записка? Вот она. Милка, шлюха, лживая сволочь. И кости не шуревский. Гори она в аду. Да, я полностью поддерживаю этого человека. И буду держать эту записку до следующего суда. Который над ней произойдет. Ладно, потом мы к тебе вернемся. Что тебе надо? Ищу работу. Так ищи ее в другом месте. Что? День плохой выдался? Да пошел ты! Ты кто? Я работаю на Клыкача. Слышал о таком? Все в этом городе знают, что с Ереми и Триком надо считаться. Если хочешь чего-то добиться, тебе нужен псевдоним. Что-нибудь запоминающееся. Ереми и Трик совершенно не звучит. Да пошел ты! Пока. Кто-то резвый. Чересчур. О, Милка заработала уже на мне. Уже точит кусок мяса. А я вот ничего не точу. Добро пожаловать в Кудлатовый Мишку. Чем могу помочь? Мне бы переночевать, поесть чего-нибудь. Да ноги у огня согреть. Этого добра у нас навалом. Если хочешь поесть или выпить, позови официантку. А комнаты у нас всего по пять аренам. Я пока осмотрюсь, если не возражаешь. Да. Блин, я думал, может хранилище у меня что-то будет. Нифига. Добро пожаловать в Кудлатовый Мишку. Мне бы пи... Это я? Да. А что такое солдатское братство? Во время войны мы служили в одном подразделении. Я, гун, мой брат грузил, навик и куна. Вечная ему память. Мы всегда держались вместе. С чего вы подались на гражданку? Мы видели слишком много жестокости. Мы устали от войны, грабежей, решили осесть, найти приличные занятия. Ну, ты понимаешь. Почему именно вы зиме? Мы бросили жребий. Другие варианты были Аксенфурд, Морибор и Цинтра. Меня прислал гун. Так он все-таки решил с тобой поговорить. Я за тебя рад, ведьмак, честное слово. Этому сукину сыну клыкачу давно пора оторвать уши. А это проще делать вместе. Да. Гун еще сказал о каких-то сокровищах. Еще бы. Денег там немало. Даже хватит на то, чтобы выплатить долг твоего друга. Ну, хватит болтать. Надо соблюдать традиции. Традиции. Чтобы завоевать доверие солдатского братства, ты должен каждого из нас победить в поединке. Я тебя вызываю. Из всего оружия лично я предпочитаю бутылки и кружки. И так пока один из нас не свалится под стол. Ха-ха-ха. Это точно будет не грифарин. Да, вы можете принять участие в соревнованиях на перепои, чтобы получить информацию за работу, что вы хотите по иконке питья. Время беседы, дабы выбрать напиток. Чаще всего персонажи предпочитают определенные сорта. Наверное, нужно выпить больше соперника. Но постарайтесь не нажраться. А чем же его перепить, если у меня нечего пить? А чтобы что-то пить, нужны деньги. Дурак! И плюс навык я еще не выучил. Блин. Если бы я знал бы, что этот навык нужен, вообще жесть. Я бы выучил минус 50 охмеления. Я бы выучил хрень какую-то, травы какие-то выучил. И как же я его перепью? И во-вторых, где взять деньги на питье? У меня всего 25 монет. Вы что, охренели там совсем? Привет, Седой. Хочешь есть или пить? Или ты по другому делу пришел? Зачем же еще? Ну, у нас там есть очень удобная кровать. Что будем заказывать? Давай проверим твою кровать. Хм, да я пошутила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит? Я даже представить себе боюсь. Может, все-таки рискнем. Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Короче, мне надо покупать вот это пиво, да я так понял. Так оно стоит 5... Фух, вы что? Где брать деньги? Ну, с этим я подерусь. Я тут заработаю сейчас немного. И я не тот навык выучил. Ни на бой не выучил, ни на это. Ну, кто знал, что будет хрень такая. Кого еще черт принес? Я Геральт из Ривии, ведьмак. Сержант Ворл к твоим услугам. Поговорим. Хм, ой. Чем ты занимаешься в жизни? Я наемник. Мы следили за тем, чтобы эти говноеды не вылезали из канализации. Они в последнее время так расплодились. Да. Я тебе вот что скажу, дружище. Все это началось с того, как привезли гнилую капусту. Весь город обдристался. Эти твари сифилитические, как пошли плодиться в канализации. Но мы все выходы перекрыли, и теперь на улицах порядок. Отличное решение. Дешево и сердито. Но так уж случилось, что я ведьмак. И мне бы очень хотелось поближе познакомиться с этими тварями. Хотелось бы, значит. Фу. Ну, это не моя забота. Меня это вообще не касается. Только вот если тебя сожрут, то отвечать мне. Откуда мне знать, что ты и правда ведьмак? И что ты оттуда живым выберешься? Я могу доказать. Ладно. Говорят, ведьмаки здорово пить умеют. Если ты меня перепьешь, я поверю, что ты ведьмак. И дам тебе ключ от канализации. Идет. Еще одного перепить надо. Тут других нет, развлечений, нет? У одной из шлюх сифилис. Здрасте. Еще один, третий. Не хочешь на спор выпить? Так пить нечего. Оно больших денег стоит. Ты дурак. Сам ты дурак. Остался один единственный крестнолетский банк. Короче, только пить надо. Все, больше здесь нечего делать. Ну вот, сейчас драться еще буду. Жесть. Ладно, сейчас вам мочу. Кому-нибудь. Привет. Кому бы тут заехать, как следует. Сейчас вот заеду. Черт, ну и рожа у тебя. Сам-то давно в зеркало смотрелся. Издеваешься? Иди сюда. Я тебя рыло начищу. Меня прислал твой друг Гун. Так бы сразу и сказал. Мы деремся на кулаках. Начальная ставка 75 аренов. Я вернусь, как только достану 75 аренов. Работы нет. Денег нет. Я должен еще и победить всех бойцов. Чего тебе нужно? Хочешь, чтобы тебе свежий фингал поставили? У меня такого желания не было. Но можешь попробовать. По-моему, ты очень хочешь получить крыло. У меня уже нет столько денег. Складывай 25 аренов и покончим с этим. Сначала я раздобуду деньги. Подешевле есть кто-то? Давай с тобой. Хотя это опытный боец. Я уже проиграл все деньги. Начнем с того официанка. Мне монету надо заработать. Малину купишь? Все, у меня есть деньги на первый бой. Крутяк. Ну давай. Только надо сохраниться. Если я проиграю, все. Наверное, игра проиграна. Давай. С удовольствием. Только надо было навык бойца учить. Мать твою. Что-то я как-то дерусь не очень. Нет, нормально. Первые деньги. Это воздушный поцелуй, наверное, был, да? Зараза. Еще на два зуба меньше. Не плачь. Тебе это идет. Вот твои деньги. А теперь оставь меня в покое. Да, только здоровье, где никто не восполнит. Получено 50 аренов. Ну все, я могу подраться. А, у меня всего 50. Не могу я подраться. С опытным бойцом тебе надо подраться. Отстань, бродяга. С меня хватит побои. Давайте побо... А, тут еще у меня есть сундуки. В сундуках есть вино. Пойди. Есть такое дело. Это мне по всему городу, наверное, бегать надо, опустошать всякую хрень. Ну давай попробуем с тобой еще подраться. Твоя мама, мужичок, стоя ходит на горшок. Это вызов такой? Сколько? 50. 50 аренов. У меня столько есть. Приготовься. Так. Это я раненый начинаю. Этого еще и проще опытного избил, чем того. Тот маленький был, попасть с него не мог. Ну что, первые бабки. Это без навыка, да? А это что за жест был? Ты в кулачных боях не новичок. Мог бы и предупредить. Эти твои мамы начинают уже надоедать. Ну, ух. Держи свою награду. Что? Что? Я должен победить остальных бойцов. Ну что, мне хватит на грузила. А ты не хочешь подраться? Кому бы тут заехать как следует? Я, я, я. Ладно, давай с тобой попробуем. У меня, правда, не полная линия. Издевай. Хм. Вообще-то с радостью. Я покажу тебе, как выглядит настоящий кулачный бой. Так, поехали. Не понял. Я защиту, конечно, отставлю, но... Она мало помогает. Есть, победили. Может и перепьем. В принципе, у меня какой-то там есть, наверное, навык. Небольшой. Может попробовать перепить, конечно. Только это же денег больших стоит. Представьте, сколько это денег стоит. Сколько надо пива накупить. Чёртов, ведьмак. Быстро ты лапами машешь. Поработай над правым хуком. Забирай деньги и проваливай. Дурацкий сегодня день. Я победил. Не забудь сказать гунну, что я... Хм. Завоевал твоё доверие. Да, хорошо. Ты неплохо дерёшься, ведьмак. Знаешь, когда у меня после боя голова раскалывается, мне очень помогает простокваша. Я тебя неплохо помял. Возьми простокваши. Я должен победить остальные бойцы. Надо спросить у трактичика, где проходят кулачные бои с большими ставками. Я должен победить всех членов солдатского образа. Тяжелая задача. 175 аренов уже у меня есть. У него милки надо выиграть, конечно бы. Ну и где проходят бои? Я видел, как ты дерёшься. Ничего так. Стараюсь. Поначалу в тюрьме проводят бои. Тебе бы стоило в них поучаствовать. Незаконные бои? Интересно. Да. М-да. Бывай. Этого надо перепить. Я должен прогреть с капитаном стражи нелегальных боях. Что я собиралась делать? Ну что, давайте попробуем. Это не лютик играет, нет? Лютист. Похож. Давайте ее попробуем переиграть. Мало ли, вдруг получится. Что, красавчик? Переиграть хочу. Буду ставить мало. Вау. Ого. Это фул, да? Фул хаос. Ну я тут ставить ничего не буду. Недостаточно того, что у меня есть. Как мне ничего не сбрасывать? Подожди. Мне не надо ничего сбрасывать. Меня все устраивает. Уберите кости для повторного броска. Не надо мне убирать. Давай. Пусть она бросает. Меня все устраивает. Пусть попробует лучше бросить. Но у нее пара. Отлично. Можно было, конечно, денег заработать. Но я даже сказал, что не буду. Значит, не буду. Так. Ух ты, сет. И у нее пара. Ничего не буду ставить. Мне просто у нее надо выиграть. Ну давай вот это. Давай стройка влетит. Есть. Надо было деньги ставить. Ну давай. Ни хрена себе. Ну я выиграл. Заработал одну монетку. Нет, я ноль заработал. Нет, одну заработал. Я выиграл у тебя. Бывай. Ну и что дальше? А что квест не засчитал? Да, был шанс заработать на ней, конечно. Ну да ладно, это не главное. Что делать? Надо перепить. Перепить, перепить. Сначала этого, чтобы получить квест. Нет, пошли сначала сбегаем к кладбищу. Там еще один тип стоит. Может по дороге сейчас кого-то встретим? Возле кладбища должен третий стоять. Ты кто еще? Хватит топать. Проблемы? Что ж ты так орешь? Голова раскалывается. А ты плохо выглядишь. Никогда больше не притронусь к краснолетскому спирту. Кто ты? Я маг. Хотя нет. Я был магом. А сейчас я обычный алкаш. Жалкое существо. А ведь я мог бы стать богатым, могущественным ренегатом. И почему же ты шатаешься по подворотням? Я оказался слишком чувствительным и добрым. Когда-нибудь слышал о добром и чувствительном магии ренегате? Нет. И я не слышал. Все они могущественные, отъявленные мерзавцы. Похмелье? Поспорил с этим проклятым корчмарем, что смогу выпить целую бутыль краснолюдского спирта. Заплатил 30 аренов и вырубился, когда оставалась всего одна стопка. А этот твой корчмар не дурак. Ага. Еще и за уборку с меня содрал. Я ж не смог себе все удержать. Ух, как будто меня козел в голову легнул. Все бы отдал за кружку простокваши. Слушай, достань мне простокваши, а я тебе кое-что покажу. У меня есть. Нет, нет. Может, не надо? Хватит орать! Я говорю о сокровищах! Есть мясо простокваша, выиграл. Вот тебе простокваша. Пей. Ох, спаситель мой! Ммм, какая вкуснятина! Ну что ж, мне, пожалуй, пора. Хмм. А сокровища? А ну, рассказывай. Ну да. Видишь ли, много лет назад я был учеником чародея. У меня был огромный потенциал. Но так уж было угодно судьбе, что... Из-за одного моего пристрастия я так и не закончил обучение. И так и не овладел искусством магии на должном уровне. И все же я способен чувствовать определенные силы. Недалеко отсюда находится склад, где раньше чародеи хранили свои артефакты. Сейчас склад пустой. К чему мне пустой склад? Да ни к чему. Зато внутри него есть один камень. Он реагирует на магию. На стихии, если точнее. Ты прочитаешь над ним заклинание, и он перенесет тебя к сокровищам. Как-то уж все туманно. И где этот твой склад? Совсем рядом. Вот тебе ключ. Бывай. Мне кажется, я знаю, где склад, а там он был всегда. Никогда больше не притронусь к краснолетскому спирту. Бывай. Я должен найти магический камень на складе Чародеев. Вот он склад, да. Он тут всегда и был. Мы тут в полночь кого-то там с вами мутузили, помните? В сюжете основном. Ну давай посмотрим. Раз мы просто квашину достали. Камень путника нашли мы уже его. О, два Орина. Круто. Может в буфете еще что-нибудь будет. Есть. Вот это камень путника, да? Ну прям страшно, сохраняясь каждую секунду. Что мне надо с ним сделать? Я не знаю, что надо с ним сделать. Подождите. Дневник задания. Дневник задания. Подожди. Подожди. Загадочное сокровище. Комбинация правильных знаков. Игни. С него начать надо. И у меня главное не расходуется эта энергия. Оно явно не это. Оно явно не это. А какую комбинацию? Нет же никакой вообще информации, что делать. Рано. Это все знаки, это колья, это всякая хрень. Ти фига, непонятно. И ни одной записки нет, да? Вот она восстанавливается, энергия прямо возле этого камня. Так, не получится, надо попробовать по-другому. А как по-другому? Опа. Три раза тупо выстрелил и все. И я, по-моему, попал в канализацию. Три раза первый. Подожди, это ж призрак. Не тем. Вот это оно. Сколько быстрости. Это я в ульфийских развалинах сейчас нахожусь. Так я так и в канализацию выйду. Наверное, мне не надо того перепивать будет, да, получается? Камень путника. Короче, комбинацию я не запомнил. Поэтому последствия могут быть ужасные. Ладно, пошли. Может, тут две тысячи мы и насобираем. Останки. А, за призраков там что-то мне платить собирались, да? Здорово. Давай, групповой стиль. Групповой стиль. У меня же зелья лечения нет. Никакой нет. Так, еще минус один. Это я за вот этот сундук дрался, да? Это, наверное, и все. Это не канализация. Это просто такая мини-подлокация, где, может быть, что-то найду интересное. Окей. Три призрака, да, со мной? Сражались. Десять. О, денежки. Алмазная пыль и сефироттиферет. Сюжетный предмет. Сюжетный предмет. Сефироттиферет. Хрен он знает, что я нашел. Ладно, теперь надо выйти отсюда. Я богатею. У меня же 300 монеток. А это квест какой-то. Сефироттиферет. Где-то мне это, наверное, будет надо применить. Как и бирюзовое кольцо, которое тоже, кстати, не знаю, где находится. А что с этого ничего не выпало? Ладно, не важно. Так, выпускайте меня. Нихрена здесь больше нет. Три раза просто стрельнуть надо. Хоть бы нас предупредили. Все, я вышел, я сохранился. Я что-то взял. Бирюзовое кольцо. А это что за дверь? Так я могу в любой дом войти. В Изиме. Я бы искать любой шкаф. Взять кремния немножко. Древен, я все сделал. Бывай. Так, на кладбище мы хотели еще с вами сбегать. Подождите, а Барде как поживает? Уже должен работать. Кармен тут еще нет? О, янтарь. А Бирюзового кольца у вас нет случайно? О, так я так. Я и без этого всего разбогатею. Там еще сзади он был. Ого. Я его взял. Как раз нехватка была топора хорошего. Кстати, топор можно продать. Он стоит где-то 100. А куда эта дверь? Я и думаю, куда эта дверь? Арена 100 стоит. Так, стеллаж еще. Может иметь ценность, да. И... Но еда тоже не помешает. Не мешало что-то сожрать? Ибо здоровье восстанавливается очень медленно. Там драка может быть в любой момент. Так, ладно. Пошли к кладбищу. Все же дойдем до него. Ты уже здесь? А как, тебя много что ли? Стоял только что там. Уже стоит здесь. Так, тут торговец стоял раньше. Больше не стоит. Тут красная роза была. Надо чаще... О, склад кузнеца. Чаще сохранятся, иначе... Есть последствия вылета игры. Бывало и такое у нас с вами. Да, еды тут предостаточно. Надо не жалеть. Еще и пиво надыбал. Уже легче будет перепевать, если вдруг придется. Так, там спит какой-то мужик. Сколько урон? Один шесть. Пять десять. Как вы думаете, какую я возьму? Гвинблейд. Ты меня знаешь? Я слышала о тебе. Тебя очень просто узнать. Прости, но у меня нет сил дальше говорить. Гуль цапнул. Сильная слабость. Одну минуту. Да. Как жизнь в Вазиме? Всем нелюдям здесь нелегко. У моего друга Гунна здесь кузница. Но городская стража постоянно угрожает выселить его в трущобы. Его кузница нужна другому оружейнику. Это выглядит так, будто они пытаются создать гетто. Вряд ли нелюди позволят просто так переселить себя в трущобы. Боюсь, ты ошибаешься, ведьмак. Хотя такие действия, скорее всего, только усилят конфликт между расами. Я знаю одного эльфа, я и винна. Он в любой момент организовал бы восстание против людей, если бы имел средства. Будем надеяться, этого не случится. А если случится, на чьей стороне ты будешь? Нетолерантных людей или дискриминированных нелюдей? Хватит меня на сторону переманивать. Я нейтралитет, я доказал это. Люди считают меня мутантом, скорее всего, подержу по станции. Ни на чьей я сохраню нейтралитет. Ни на чьей я сохраню нейтралитет. Подумай об этом. Возможно, когда-нибудь тебе придется сделать выбор. Бывай. Не придется. А тебе ничего купить нельзя? По-моему, ничего. Ладно, чимиристский кинжал это я выбросил. Опять меня у своего эти тяжбы втаскивает. Да плевал я на вас. Вот что буду собирать. Это же он ночь скоро. А я все тут. Эверден, ты кто? Ого. Красиво у них тут. Книга. Зеленая плесень. А такой нет, да? О, это хорошо. Это в канализации растет. Извините, я ваше волчье аллое заберу. И сейв скрою. Вы не против? Что это такое? Рецепт к финского масла. Садишься в рецепт финского масла. Все отлично. Его тоже можно продать будет. Здравствуйте. Приветствую, благородный милсдарь. Как следует здесь осмотрись. Такой коллекции даже при королевском дворе не увидишь. И правда впечатляет. Если тебя что заинтересует, спрашивай. Я Эверден из Ринды. Я Геральт из Ривии. Ведьмак. В чем дело? Что продаешь? А, это мне ему что-то продавать надо, сдавать. В чем дело? У тебя здесь неплохая коллекция алхимических веществ. Конечно. Меня интересует алхимия, а также история и тайные науки. Если тебе попадутся органы монстров, я с радостью приобрету их у тебя. Я это учту. На кладбище и в канализации можно найти немало ингредиентов, о которых я говорил. Говорят, такие места нравятся реликтам периода сопряжения сфер. Правда? Кто бы мог подумать? Прости, я забыл, что ты в этом деле специалист. Ключ от кладбища у Лоретьель. Кто такая Лоретьель? Эльфийка-охотница. Только что общались. Она убивала гулей на кладбище и приносила мне алхимические ингредиенты, но я уже давно ее не видел. Она живет неподалеку, снимает склад у кузнеца. Видимо, придется найти ее. Если вдруг найдешь органеллы монстров, принеси их мне. Я хорошо тебе заплачу. Как насчет ключа от кладбища? Он у Лоретьель. Поговори с ней. Я ничем не могу помочь. Тебя не интересуют услуги ведьмака? Я покупаю алхимические ингредиенты. Один Орен за органы утопцев и гулей, три Орена за альгулей и плавунов, шесть Оренов за фледеров и призраков. Если принесешь чистые, неповрежденные органы, я удвою цену. Тебя не интересуют готовые эликсиры? Боги! Ох, небывалая удача! Конечно! Неси все, что у тебя есть. Они отлично дополнят мою коллекцию. Я тут разглядывал твои экспонаты. Это моя страсть. Ты не представляешь, что можно найти на старых чердаках. Бесценные свидетели истории. Я их нахожу, собираю и изучаю, чтобы определить, какой эпохе они принадлежат. И каждый может на них посмотреть. Да, я открыл доступ к своей коллекции всем желающим. Правда, пока посетителей маловато, но со временем люди научатся ценить мудрость истории. Вижу тут немало органов монстров. Впечатляет. Я постоянно расширяю свою коллекцию. Если найдешь что-нибудь, что можно было бы сюда добавить, неси сюда. Я щедро награжу тебя. Почему бы и нет? А откуда у тебя деньги на все это? Я дворянин. Получил в наследство небольшое состояние, но в отличие от большинства моих родственников, я не стал спускать деньги на женщин и вино. Я хотел сделать что-нибудь на благо общества. Как люди относятся к тому, чем ты занимаешься? Скажу тебе по секрету, что пытаясь постигнуть тайны и загадки нашего мира, я нажил себе немало врагов. Мне даже расправой грозили. Возможно, ты слишком близко подобрался к вещам, которые кто-то могущественный хочет сохранить в тайне. Мне кажется, я стал помехой для некой тайной организации. Будем надеяться, социальное положение и дворянский титул смогут меня от них защитить. Эверден, я нашел один странный камень. Не пойму, что это такое. Дай взглянуть. Ведьмак, ты нашел один из десяти сефиротов. Эти магические камни были обработаны гномами, старейшей разумной расой. Судя по всему, это Тиферет. Гномы отлично управляются с металлом. Мне бы один из их гвихиров. Эти мечи считаются лучшими в мире. Гномы верят, что алхимия – ключ к всезнанию. Сефироты – их мистические камни. Как прекрасно, что у меня в коллекции теперь будет Тиферет. Я дам тебе за него пятьдесят оренов и вот эту книгу о травах. Отлично. Я зайду, если что-нибудь найду. В чем дело? Шикарно. А теперь мы знаем, что можно ему задавать. Все на свете. Я должен поговорить с эльфейкой охотиться по поводу ключа от кладбищ. Эверден готов покупать у меня органы монстров и эликсиры. Если я найду необычные предметы, нужно показать их Эвердену. Возможно, он захочет их купить. Я должен показать Сефироты Эвердена. Если я найду необычные предметы, нужно показать Эвердену. Возможно, он захочет их купить. Вот это можно продавать. Если я это уже прочитал, да? Вы уже прочитали это. Еще сорок зарабатываем. У нас уже 400 монет И это я прочитал книгу Зеленая плесень, еще 40 И за эту книгу я тоже могу Сейчас ему ее сдать Так, этот у меня забрали Что у нас это такое Это у нас переступень, книга растений Официальное растение растущих районевой зимы Так, и можно ее продать По идее Забирай свою же книгу за 40 Блин Вот у меня уже 500 Я уже собрал четверть Да, четверть суммы практически собрал Могу еще продать пару зелий Кстати, эти зелья нам нужны Если я продам броню еще Броня у меня стоит 5000 Я сразу мог выкупить, но ведьмак боится холода Так, есть ласточка Есть чем лечиться, но это и все, что есть И кошка должна одна быть Ладно, кошка не обязательно Давайте это все засунем Вот это можно продавать Эктоплазма По 6 за единицу Неплохо Еще травнику какого-то надо что-то сдавать Ладно, сначала насобираем А потом уже будем сдавать Очень удачно я зашел Сразу отпали вопросы с тем, что Что и кому нести Потому что на карте А, на карте можно это отметить Поставить метку следить Так, и плюс мы нашли Анину эльфийку Которую погусал гуль И у нее есть ключ от кладбища Во Куда же я подевала дягель О, приветствую Привет, здравствуй Я Нирка Жрица Великой Мелители Геральт Ведьмак Что привело тебя сюда, ведьмак? Я надеялся найти Лорытьель Мне нужно поговорить с ней Сейчас не самое удачное время У Лорытьель скверная рана на бедре Я как раз пришла перевязать ее Это у нее профессиональный риск Это очень срочно Нирка, я не так плохо себя чувствую И мне очень интересно Зачем я понадобилась Да уже видели же Это всего на пару минут Хорошо Я разрешаю И кстати, ведьмак Я с радостью куплю у тебя какие-нибудь травы Мои припасы кончаются А пациентов очень много Если у тебя что-нибудь есть Зайди в храм Мелители А где у тебя храм находится? А что-то храм не помню У Изими Мелители Чем могу помочь? Есть работа для ведьмака У меня есть работа для любого Кто хоть немного разбирается в травах Что тебя интересует? В Изими без проблем Можно найти игольчатый мирт Вербену и волчье алое За порцию каждого из них Я заплачу три Орена А подороже растения мне где найти? В канализации растет зеленая плесень А также грибы шибальцы И собачья петрушка На кладбище можно найти переступень Ласточки на зелье И чимерицу За порцию каждого Я заплачу по шесть Оренов А по дороге Канализации растет Это уже было Откуда ты столько знаешь о травах? Я жрица Мелители Училась у матери Ненеке В известном храме Веланды Ну мы ее знаем По книгам Лучшей травницы чем мать Ненеке Просто нет Я много раз был в храме Веланды И я знаком с Ненеке Я тоже На Ненеке лечила меня После того как некая Стрыга ранила меня в шею Было было Если вновь соберешься туда Обязательно передавай ей Привет от Нирки А я знаю где Мелители Это ж Лебеды Я видел Там ямочную яму За храмом Несколько недель назад Там стояла небольшая хижина Мастерская юного И очень энергичного алхимика Ему некуда было идти И я разрешила ему Устроить в хижине лабораторию Что-то я не видел там хижины Однажды Я услышала громкий взрыв Я так понимаю Один из его экспериментов Закончился неудачно Теперь я молю Мелители Чтобы она позаботилась О его душе Так у нее есть продажи Мандрагорская настойка Я могу продать травы жрицы Заработать 3 за единицу 15 30 уже могу заработать Ну в принципе можно набить 2000 Тем более 500 я уже заработал Но как-то мне лень Вот это носиться С вот этим говном Ладно, давай ключ сюда Да Я по поводу кладбища Там на меня гуль и напал Жуткое место Полным-полно падальщиков И других чудовищ Порождений и сопряжения сфер Ты разбираешься в монстрах Эверден сказал Ты поставляешь ему Алхимические ингредиенты Поставляла до недавних пор Передай ему Пусть наберется терпение Еще пару дней И я снова выйду на охоту О нет, дорогая Никуда ты не пойдешь Ты порезала мышцу Порвала сухожилие И он чуть не разорвал тебе Бедренную артерию Жрица права Выходя на гулий Надо быть в форме А о твоей ноге Сейчас такого не скажешь Давай я подменю тебя На несколько дней Отличный выход Через несколько дней Рана полностью затянется Лоретель, согласись Ты ведь не ведьмачка На выздоровление тебе нужно Столько же времени Сколько и другим эльфам А дьявль аэб Арсен У меня все равно нет выбора Ладно, Гвимблейд Держи ключ Повеселись там С кладбищенскими чудовищами Теперь я смогу попасть на кладбище Все, это ушла Это ушла Ну я не знаю У меня без лечения, конечно Нежелателем туда было попадать Но Там еще находится третий брат Сейчас мы с ним поговорим Заодно травы накосим Ну в общем, я так понял Мы так и соберем с вами 2000 Все, я могу идти на кладбище Никаких больше указаний не будет Шеф В чем дело? Бывай Пока я продавать все не буду Ингредиенты Может мне надо будет Латочки на зелье Быстро сделать Мне сейчас бы уровень не помешал бы Так Навик Привет Проклятие А, это гробовщик наш Это как посмотреть Долбанный оптимист Чего тебе нужно? Ты знаешь, какие монстры водятся на кладбище? А, а ты правда ведьмак? Ну ладно Там есть гули, альгули, призраки, вампиры Как на любом другом кладбище Неплохой выбор Чего тебе нужно? Ты в курсе, какие травы растут на кладбище? Переступень, ласточки на зелье, вербена, собачья петрушка Переступень лучше собирать днем Ночью он из-за росы слишком влажный А ты в травах разбираешься От хорошей травки не откажусь, это точно Меня прислал гун У гуна постоянно какие-то глупые идеи Что ж поделаешь? Он как-никак мой бывший командир Ладно, молодой человек Попробуй обыграть меня в кости Посмотрим, на что ты способен Ну давай Ого, ставка Я должен сыграть нави Иди на хрена, сохранюсь Если я буду проигрывать постоянно Пошли к кладбище нави зачистим Пока у нас еще день Потом я попробую тебя обыграть, дурака Пошли Там все-таки водятся Те, кто нам нужен Ключ у меня есть Сохранить должны Нет, не сохранили Ладно Если медальон настроен на обнаружение моста Он покажет, ну понятно Ого Переступень Ладно, пошли собирать Вон ходят огромные гуляра О, денежки Это растение я не выучил, к сожалению Кому Лучше со мной не связывайся, тварь Я вас всех перережу Так, Переступень выучил За него платить будет по шесть А вот неизвестное растение не выучил Групповой стиль Блин, крутые ребята Четверть линии уже ушло Ну давай, убирай Да меч убери Обобрать не можем А тут еще не со всех падает Вот так-так А че с этого не упало? Неизвестное растение Блин, зря пришел По сути-то Еще книгу какую-то надо учить Эй, жесть Так, сожри что-нибудь Это не так Что это такое? Убери это нахрен Убери, не позорься Сожри что-нибудь Например Кусок мяса О, я труп вижу Переступень О, останки появились Они здесь тоже появляются Видите, не сразу Шкатулка Шкатулка Так там могут быть деньги Так Да, есть шкатулка Твою ж дивизию Че ты не берешь-то Че с этих не выпадает Ни хрена Камон Камон Вот посерьезнее Отлично Во Так, за этих Платят поболи Записка И книга О плавунах Очень вовремя Кстати Записка Я решился остаться На кладбище После заказа Сейчас уже поздняя ночь Холод ужасный На меня греет надежда Что я смогу Косредо-то смотреть зверя Да, все эти креветники Мне Обзавидуются Возможно мне даже Удастся заполучить Пару образцов Пучок шестер Или каплю слюны зверя Как же я волнуюсь Я смогу узнать Столько новое Я его вижу Он так близко Что? И все Конец Так, еще книга Какая-то была О плавунах Понятно Теперь мы можем Добывать с плавунов Запчасти А, я с этих Наверное не могу добывать Да, поэтому не выпадает Шкатулка там еще была Гуль? Камон А где шкатулка? А, это А что такое шкатулка? Это растение? А, нет Это шкатулка О, вот это Наверное Мне этой книге Не хватало, да? Грибы Шибальцы Хотя вряд ли Все равно На неизвестное растение Осталось Ладно Давай хоть Переступимся Соберем Прощай, гуль С гули С гули я по-моему А, нет Могу собирать? С гули со всех могу По пять дают Тридцать монет С куста А? А? Грибы Это по-моему В канализации Их можно там Наталкать О, останки появились И там Где я только что был Неизвестное растение Это по-моему Собачья Это хрень Как это Он называет Я не помню как Так, еще получили Ну, пару сотен Я уже набил здесь Сейчас еще Призрака лупану Место силы Занял меня здесь Внимание Йохан и Баба Не-то включил Красавец Это же место силы, да? Да, это место силы Альгуль Закопанный Так, поллинии уже нет И тут исчезло Что ж оно исчезает-то? Кладбище какое-то Неблагонадежное Так Переступить мне нужен Пока я его вижу Оплаванный Ну, гули они поменьше По размеру Все Я этих не могу взять Нет, могу Так Тут эти должны быть Плавоны Я не знаю Сколько за них платят Тут болотца Да нет, все равно Все Зачистил все кладбище Там выход был Помните еще Кое-куда В другую часть города Отлично Отлично Переступить опять появился Или я его не взял Не понял Я же его снимал И он появился Опять А, он заново появляется Мы тут можем с вами бегать Бесконечно Получается И он будет здесь Плодиться Плодиться И размножаться Да? Ее правда Немного дают За раз Кстати, помните Еще пещера была В свое время Станги Заберем Ладно Это все, конечно, весело Но Надо отсюда Валить Да Заново появляется То есть Это вечное место Сбора травы Я здесь могу 2000 собрать Без проблем Это как-то Не очень весело Вот здесь был Вход И гули здесь Будут появляться Вечно Вот здесь был Вход Его здесь Больше нет Это может И к счастью Все Я нахрен отсюда Пошел Я понял Что мы можем Накачать здесь 2000 монет И Без проблем Наверное Пойти Выкупить лютика Но Ну да ладно Все по идее И плюс Я пару книг Нашел Которые с радостью Купит этот мужик Вот книги Я точно продам Так Наверное Надо выиграть Надо выбрать Выиграть Чего того хрена Чего Я тут подзаработал Немного Сейчас Все и просру Наверное Надо было Сохраниться Перед На и сохранился По идее Нормально Сет Ух ты Две пары Я не буду рисковать Такими суммами Вы что У меня всего 476 монет Сет Вот эти две Я брошу Две пары Вот и уже Звени Первый раунд Мой Вау Сет Пара Сет Пара Сет пара, давайте на 60 монет брошу Вот заработаем что-нибудь Все, выиграл Он сдался, чуваки Мы заработали Хорошо, что надо было 120 жмакать Выход Ну че? Я могу Вот я неуклюжий слепой дикобраз Ты меня обыграл А меня мало кто обыгрывал Особенно, когда я был молод И никому в голову не приходило Обвинять меня в жульничестве Поэтому я все время играл Шулерскими костями Не забудь сказать Гунну Что я выиграл Хотя я не понимаю, как это поможет Мне завоевать ваше доверие Я скажу, скажу Послушай Есть у меня одна трость Нашел как-то на трупе воришки Очень она похожа на чародийский посох Может тебе удастся Продать кому-нибудь Тебе ведь нужны деньги Чтобы помочь Лютику Спасибо Уверен, я найду ей применение Ну, я даже знаю, кому Так, мне еще даже удалось что-то заработать Это круто Сохранить такой успех Я думал, сейчас проиграем все Так, это мы с вами читали А вот перепить Получится ли Это же другой вопрос Так, Эверден У меня есть какой-то посох По-моему, квестовый Да, вот он, чародия Я думаю, ты его, может, купишь Да, у меня? Только не за 50, пожалуйста В чем дело? Во-первых, книгу купишь За 40, маловато Но все же деньги И эту за 50 Это уже лучше Так, 586 В чем дело? Послушай Я тут нашел эту Штуковину Вроде как древняя Похоже на чародейский посох Быть того не может Изогнутая ручка Акация Это Определенно посох Иоанна Беккера Первого человека Овладевшего силой Эверден Не хотелось бы тебя расстраивать Но Беккер прибыл На корабле изгнанников И это было очень давно Это он, конечно, первый Обуздал стихи И обучил первых магов Но ты знаешь Насколько давно это было? Конечно, знаю Ничего страшного Важен Образовательный потенциал Моих экспонатов 50, да что ж такое? А не их подлинность Надо скорее заказать таблички А тебе я дам 50 оренов И еще В качестве благодарности Прими от меня Это кольцо Спасибо Забавная безделушка Может пригодится Я надеюсь Это то кольцо Которое мне нужно Кстати, я могу ему уже продать Если я найду необычный предел Нужно показать их Эверден Возможно захочет их купить Надеюсь, милке кольцо понравится Ха, мы нашли кольцо А я думал, где его искать Смотрите, можем продать А, всего 12 Этот подороже Кровь гуля Продавать, не продавать Да и продать я всегда успею По идее Ладно, не будем Пошли Квесты начали ввязаться У волчалуя Само по себе Выросло Кольцо Это хорошо И нас с вами 636 монет Она покажет нам Где находится дом И это уже здорово Ее дом С привидениями Это я вообще никуда еще не ходил По идее Склад кузнеца Я в этом месте Все вопросы решил Дом милки А, вот сюда надо будет идти Храм милители Дом купца Дом клыкача Все, что нужно, помечено Спать хочу У нас ночные бои Кстати, напомню Еще В этом В тюрьме Но они там Все вместе находятся И дом милки И Бои И в канализацию Мне бы спуститься Наверное надо Смотрите, боец появился Опытный боец появился А, он и был здесь Так я могу драться с тобой Сколько угодно Ладно Видимо, твоя мать Все же была Причь, меня зовет Ладно Милка, есть дело Что красавчик Тебе все еще нужно Кольцо с бирюзой А у тебя оно есть? Вот оно Прекрасно, спасибо Держи ключ Но учти, что входить в дом По несчетным дням Плохая примета Это приносит несчастье Я смогу оставить себе Все, что надо В доме милки Ключ от дома милки Отлично Мы знаем, куда идти Так Так, так У нас с вами закат В принципе В принципе В принципе Мне надо перепить Этого чувака Чтобы он пустил меня В канализацию А с чем я буду пить? У меня-то осталось Только два риски Хереса Или Хереса А, вот еще Бузинский чемпион Надо сейчас будет Потратиться Конечно, немножко Официантка Пиваси ко мне Не, подожди Я сохранюсь Твою хрен Вот столько оно стоит у вас По пять Ну, короче Все скупать надо И И бухать, да А потом Вишневые настойки Еще залить сверху Ладно Этого попробую Пивом перепить Сейчас я сохранюсь Давай все Пиво Что у тебя есть Что подать? Конечно Большие деньги Для меня Слабоалкогольные 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 Средние крепости Есть Но это бутылка с водой Это не то Ладно Давай По пятнадцать Сейчас я попробую Может алкаша Конечно попробовать Обычно Перепить Но смысл Я сохранюсь Если что Если что-то Пойдет не так Я загружусь Сейчас пойду Попробую Перепиво Алкаш ходит Такая смысл С тобой Бывай Мне так пива Немного Давай Если не хватит Пива Планируешь задержаться В Узиме? Вряд ли Скоро начнется война С Нильфгардом Попомни мое слово Снова понадобятся Наемники И я поведу их На юг Границы Думаешь Черные вновь пойдут На нас После взбучки Что мы им задали При Содене Один раз Они обожглись А это значит Что во второй раз Они будут знать Чего ожидать Нильфгард Так просто Не сдастся Ну давай Поехали Поехали Да пошло оно Да нет Подожди Поехали Правда Слаба алкоголь Это не совсем То Но я надеюсь На пиве Правда Меня уже ведет Ну че Еще не блюешь? А? Вот козел Не сдается Сколько В тебя влазит Победа Да? Или я упал? Нет Ох Сил больше нет А ведь Только Долбанный Ведьмак Меня смог Перепить Ну что Удостоверился? Теперь Отдавай Ключ Знаешь что Давно Я не встречал Никого С кем Было так Приятно Поговорить Как с тобой Мы с тобой Как братья Я Я когда-то Я когда-то слышал Сложно Эверден Эверден Садись на собаку И поехали Ну хоть Этого Перепили Но я думаю С тем не получится Сколько у меня пива Кстати осталось Пять нетронутых Сейчас мне надо Тут переночевать Слегка Слегка Да Правда Тут пятерку Стоит О бочки Можно Лоблю Вон Подождите В бочках Есть вино Это уже дешевле Нам обойдется И закуска Эверден Эвердену бы не мешало Показать Но я сейчас Пить понятное дело Не буду Да и не дойду я До этого Моего друга О шкатулка Смотрите Сейчас подождите Я думаю Меня не заметят Я как призрак Так что тут у нас Кремень Можно бесплатно Где-то поспать О Чемирица Вот это она и росла Там За одной книгу Продадим Все окей Я бухойно Прочитал книгу Видите Вот еще бочка На кладбище Росла Которая не мог Распознать Скорее всего Она так и выглядела Ну давай Бедьмак О еще три вина Отлично Мы нашли Бесплатное пойло Но этого все равно Мне кажется Не хватит Так извините Извините Мне нужна емкость Вот она Тут есть мед Все отлично Можно сохраниться Мне надо Конечно Мневник бы показать Но для начала Переночевать бы Неплохо бы Было бы Где нибудь Или протрезветь Мужик Мне надо протрезветь Мне бы переночевать Я покажу Давай пять аренов В часе хотя бы Час Час Не надо Мне таланта Уже шнуляка Да Блин Если бы знал Я бы на Выпивку Ладно Хрен с тобой Давай Мне час Надо переночевать Пойду покажу Дневник И наверно Харе И наверно Следующую серию Начну Да наверно Начну с перепивки Я сейчас Проспался Но смотрите Я еще не полностью Протрезвел Еще что то видите Мутит меня немножко Ну ничего Сейчас я пойду Покажу Дневник И вернусь В этот же Квартал В этот тавер Навернее Тут уже темнеет Можно кстати Идти в бойцовский клуб Ночью Но мы это все Сделаем Мы это обязательно Все сделаем Я уже Фактически Протрезвел На закате Видите Бегаем Хотя эти уже вышли С факелами Попробовать перепить Надо от тавернщика Это конечно будет сложно Без навыка 50% На алкоголь Но можно конечно Попробовать Но хотя вряд ли Здорово В чем дело Я достал Дневник Одного путника Дай взглянуть О Да это же Дневник Самого Буйвида Бекуйзена Его знаменитые Странствования По тропам И местам Магическим Настоящий Раритет Говорят Будто он был Единственным Кто видел Знаменитую Башню Ласточки И есть Множество Доказательств Того Что башня Ласточки Это точка Перехода Между мирами Ты наверняка Знаешь Что наш мир Не единственный При сопряжении Сфер Наши предки Пришли из своей Вселенной В этот мир Здесь они Встретили Эльфов Краснолюдов И прочих Разумных существ А также Множество чудовищ Поэтому они Создали Ведьмаков Для защиты От монстров Как бы там Ни было Этот дневник Очень ценная Вещь Предлагаю За него Пятьдесят Оренов И книгу О Фледерах Это мне Не помешает Спасибо В чем дело Вот что Не выпадали Ингредиенты Фледеров Мы еще С вами Не выучили Если Возможно Захочет их Купить Это я же Знаю Подожди Мне надо Прочитать Сначала Книгу О Фледерах Все Теперь За них Будут Давать Нам Ингредиенты И Я могу Продать Сразу Два Две Книги По Сорок Да Девяносто Еще Заработаем Мне Прелесть Семьсот Двадцать Шесть Людик Осталось Совсем Чуть Чуть Если Я сейчас Пойду Обчищу Дом Милки И Выграю Бои И Перепью Этого Типа Продам Запчасти От Монстров И Траву Я Может Тебя И Выкуплю Хотя Это Не Точно Еще Ну Все Я По-моему Полностью Протрезвел Друзья Мы С вами Наверное Сейчас И Закончим Первую Серию У нас Открылась С вами Во-первых Тюрьма Во-вторых Дом Милки В-третьих Утопец Видели Дом Милки Потом Канализация И Нам Надо Перепить Чтобы Уже Взять Основной Квест Против Этого Клыкастого Парня Ну Чтобы Гном Доказать Что Я Свой Чувак Мы Это Сделаем В следующей серии Довольно Таким Многому Сегодня Прямо Оно Все Как-то На нас Навалилось Удачно Что Мы Пошли Не в другой Конец Города Именно Туда Куда Нужно Ну А Следующую Серию Начнем С Перепивания У меня Есть 4 Бутылки Вина 5 Бутылок Пива Одно Такое Вино И Может Еще Надо будет Алкоголь Докупить Это Средняя Крепость Не знаю Хватит Не хватит Посмотрим Надо будет Да Наверное Спиртяки Какой-то Купить Еще Спасибо Что Смотрели Друзья С вами был Дмитрий Канал Шэдвилл Плей И До новых Серий Ведьмяки В нашем Дополнении Пока